Уже на следующей неделе дети потянутся к знаниям. За время каникул во многих школах сделан ремонт, а некоторые вовсе находятся в стадии капитального. Однако не всегда деньги, на которые проводятся ремонтные работы, оказываются муниципальными или федеральными. В одной из ростовских школ произошел случай. У родителей педагоги вымогали денежные средства. Те же, в свою очередь, обратились в надзорную инстанцию, которая провела проверку. Оказалось, что в ряде классов были установлены пластиковые окна из родительского кармана и впоследствии поставлены на баланс школы. В Волгодонске же больная тема поборов с родителей была затронута в канун 1 сентября на пресс-конференции в управлении образования. Зная о ситуации правомогательства в ростовской школе, начальник управления образования Волгодонска Татьяна Самсонюк поспешила разграничить понятие добровольной помощи и нескончаемых поборов с родителей. Последнее противозаконно. И значит, платить школе не нужно. А если настаивают, необходимо обращаться в прокуратуру. Если нарушается добровольность и происходит принудительное взимание средств, хотя это, наверное, невозможно, если люди грамотные, если знают свои права, то это нарушение закона. Начальник управления образования объяснила порядок отчетности учебных заведений за добровольное принятие денег на ремонт. В короткие сроки директор или учитель должны отчитаться перед благотворителями о затраченных средствах или предоставить отчет на общем совещании. Отчет должен быть обязателен либо по требованию родителей по истечению определенного срока, если без требования родителей, то на каком-либо общественном совещании, собрании, которое предусмотрено уставом образовательного учреждения. Стоит отметить, что в этом учебном году школьников ждут многие нововведения. Одно из них – третий урок физкультуры во всех классах. В связи с этим возникает кадровый вопрос. Решить его помогут молодые специалисты. В этом году была потребность в 18 учителях физической культуры, потому что, как вы сказали, да, многие работали на полторы ставки. На сегодняшний момент осталось всего две незакрытых вакансий. Всего две. Очень радует, что в школу пришли молодые, начинающие педагоги, и их немало. В этом помог и наш институт, и ЮФУ, и очень большое количество есть наших же учителей, которые из дополнительного образования перешли в общеобразовательные учреждения. Для того, чтобы третий урок был эффективным, в этом году учителя физической культуры прошли курсы переквалификации. Ритмика, аэробика, спортивное ориентирование и туризм станут основными направлениями работы со школьниками. Однако на этом нововведения не заканчиваются. В 2012 году пройдет добровольное тестирование среди учащейся молодежи на наркозависимость. Итоги этого тестирования будут доступны лишь медицинским работникам и родителям. Образовательным же учреждениям предоставят лишь количественные показатели соотношения наркозависимых детей к общему числу в классе.